Привет, друг! Меня зовут Света, и ты снова на канале Лени Ворнц. Этот выпуск я решила посвятить своим самым любимым книгам и комиксам, которые заставляют мне истинное удовольствие в последнее время, наверное, за последний год. Я не стыдно признаться, несмотря на то, что я очень любила читать и люблю читать, в последнее время как-то у меня не задавалось книгами, много времени занимала работа, я поняла, блин, как так? Ведь я читаю книжки, у меня есть любимые книги, я все никак не сниму для вас какой-нибудь интересный обзор. В заголовке указано, кому, может быть, понравятся эти книги и комиксы. Поэтому это очень специфичная литература, специфичные комиксы. Я уверена, что не всем они зайдут, но если вы знаете меня, это бы немножко. Если вы смотрите мой канал достаточно давно, читаете мои посты и литературу, вам это нравится. То, может быть, они вам зайдут. Я обожаю, просто обожаю эти комиксы, эти книги. Они очень тяжелые, вот по весу. Поэтому, если я буду переезжать, это будет достаточно так объемно. Но я не оставлю их, я их не брошу, потому что они классные. И первая книга, о которой я хочу поговорить, вы уже видели наверняка мой пост в Инстаграме и ВКонтакте. Что ж такое волос собачий? Это книга Брома, автор Бром. Крампус, повелитель Йоля. Я увидела эту книгу в Читай-городе и просто, ну, сначала я, конечно, влюбилась в обложку. Просто очень красивая. Из этой книги я очень много выписывала, подчеркивала цитаты. Потому что, как ни странно, я не питала каких-то больших надежд к этой книге. Она казалась мне какой-то такой легкой, страшной сказкой. Каким-то приключенческим фэнтези. Мне просто понравилась обложка и то, что я буквально недавно читала про Крампуса. Мне понравилась вот эта история. И подумала, ну, почитаю. Давно ничего не читала, надо купить. Я не пожалела ни разу. В этой книге было поднято все. Тема природы. Тема смысла жизни человека. Того, что люди — это не венец творения. И что мы должны уважать природу, любить ее, ценить вообще то, что она дает нам право жить на этой планете. Ни в коем случае ее не уничтожать. Да, может быть, я говорю слишком плоско. Также книга поднимает тему религии и ее смысл в нашей жизни. И то, насколько религия обманывает умы людей. Не всякая, конечно, религия. Но здесь очень интересно приводится. И вы знаете, настолько важные философские темы, завуалированные, вот этот вот формат страшной фэнтези сказки. Это очень интересно. И мне кажется, эту книгу вполне можно читать детям. Ну, за исключением, тут есть некоторые кровавые сцены. Их можно, конечно, опускать. Но в целом ее смысл замечательный. Я правда очень люблю эту книгу. И на настоящий момент это моя любимая самая книга. И я бы хотела реально выписать все цитаты, перепечатать их отдельно и регулярно перечитывать. Это не банальные цитаты. И я уверена, что книга понравится всем любителям мистики, магии, фэнтези. Если вы любите лес, если вы не рабодушник скандинавской мифологии, мифологии в принципе. Если вам интересен вообще толстый карампус, откуда он взялся, и хороший, и плохой, и какова его история, то я однозначно советую эту книгу. Вы не пожалеете. Если вы даже просто купите эту книгу не с точки зрения, там, не знаю, смысла жизни и прочее, это все неважно. Здесь очень интересный сюжет сам по себе. Поэтому можно просто за ним следить. Дальше давайте я покажу комиксы. У меня просто стоит целая гора книг. Я буду доставать план, но это... Это Рик и Морти. Это, кстати, вторая часть комиксов, второй сборник. Ну, во-первых, конечно же, эта книга для фанатов, эта книга для поклонников сериала. Я один из таких поклонников, один из моих любимых мультсериалов. Чем хороша эта книга? Тем, что комиксы, которые здесь показаны, те, которые здесь приводятся, они не идут... Они как бы идут отдельно от сюжета самого сериала. То есть здесь нет спойлеров. Это все идет как бы отдельно. Это, знаете, какое-то параллельное измерение, другая реальность. Тем не менее... И вы знаете, что еще прикольно? Здесь написано, что озвучено Сын Дуком. Это, на самом деле, было очень странно, потому что как можно комикс озвучить? Но когда ты начинаешь читать, то ты реально читаешь это его голосом. Это очень удивительно. Это очень вообще прикольно, на самом деле. Реально, я весь комикс читала, и его голосом. Это вторая часть, второй сборник. Это очень такой объемный. Конечно, он красивый. Да, здесь качественная бумага, здесь красивые иллюстрации. Сюжет, ну, сюжет это отдельная история. Это просто... Никаких претензий к сюжету нет. Каждая история это просто... Просто треш и угар. Как и принято в Рике и Морте. Единственный минус. Как мне кажется, они могли бы заменить вот эти вот в конце обложки к разным комиксам просто заменить еще другими комиксами. Если у вас осталось свободное место, может быть, просто заполнить это качественным контентом, а не просто картинка нет. Но это я уже придираюсь. Это также мне не нравится, что здесь некоторые комиксы, здесь рисовка какая-то очень странная. Ну, это не очень как-то симпатично выглядит. Это не Рика, это не Морте. Но это конкретно вот в этом выпуске. У меня есть первая часть Рика и Морте. Такой же абсолютно формат. В принципе, ничего не изменяется. Здесь рисовка вроде красивая. Да, здесь посимпатичнее рисовка, чем во второй части. Вы знаете, здесь, наверное, просто каждый комикс рисовали разные художники, поэтому их видение несколько меняется. Зачетная часть. В конце, кстати, тоже всякие обложки к разным выпускам. В общем, тоже много всего интересного. Прикольные, на самом деле, обложки. Мне кажется, если бы я очень хорошо рисовала, я бы что-нибудь просто перерисовала и повесила бы себе в комнату. Реально классно. Здорово. Просто вечером посидеть, расслабиться, повеселиться. И мой любимый сборник комиксов это вот этот. Потому что здесь есть мистер жопосранчик. А я его просто обожаю. Но не только поэтому. Мне нравится, что эта книга, несмотря на то, что она гораздо меньше по объему, чем остальные. Здесь нету в конце вот этих вот обложек и прочего. Здесь реально только комиксы. Здесь два больших комикса про мистера жопосранчика и про покеморти. Про морти и покемона. Очень красивая обложка. Рисовка просто замечательная. Просто как в сериале. Очень классно. Мне очень нравится. Очень все продумано. Красиво. Ну и история мистера жопосранчика, где рассказывается, откуда он, где была его родина, как он оказался на земле и что вообще вынудило его вернуться на землю. Это очень классно. Ну и просто самообложка. Смотрите, она такая красивая. В общем, обожаю. Обожаю эти комиксы. Они сделаны с любовью. Правда. Вот просто супер. Следующая книга. Я не помню. Вроде бы я ее не показывала ни в каком видео. Я попросила ее себе на день рождения. Вроде на прошлый день рождения. Не могу ошибаться. Да, на прошлое. Я тоже увидела ее в Читай-городе. К стране, кстати. Это было вот это книга. Норвежский лес. Автор Лар Смитинг. Я была больна вообще Скандинавией, Норвегией. Я по сей день больна вообще маленькими деревянными домиками, которые отапливаются дровами. Где чистый воздух, экология. И вообще, да, мне нравится Скандинавия. Мне нравится ее культура. Скандинавская мифология. Блэк Метал уж. Что? Что греха таить? Я не знаю, почему эта книга вызывает в меня такое тепло. Потому что, несмотря на то, что здесь написано, что эта книга приведет вас к силе и свободе, и вы пройдете некий скандинавский путь, никакой философии здесь нет. Эта книга чисто прикладная. Здесь про дрова. Здесь про заготовку дров, про как выбрать топор, как колоть дрова, как изготавливать их на зиму, как делать поленницу. Здесь приведены интервью и рассказы о очень многих людей, которые всю свою жизнь топили свои дома дровами. И насколько тепло они отзываются о доме, насколько вообще душевно они относятся к природе, к дровам непосредственно. А в Норвегии, когда человек уже выходит на пенсию, когда он уже там не работает, ему уже глубоко, там за 70, под 80, именно холка дров, вот мужчины, да, делает человека все еще живым, здоровым, трудоспособным. И он чувствует свою принадлежность к семье, то, что он приносит пользу. Потому что этот труд, он действительно приносит плоды. зимой ты не замерзнешь. То, что ты делаешь, это, ну, знаете, такая особая философия. Когда ты колешь дрова, твой мозг немножко расслабляется, переходит на какую-то новую волну, сродни медитации. И очень многие люди, которые всю жизнь отапливали свои дома дровами, об этом говорят. Они находят в этом истинное удовольствие. Это книга про дрова. Но я никогда и никогда бы не купила эту книгу, если бы она была написана скучным, серым языком. Вот это настоящий талант, просто талант написать книгу про дрова и все, что с ними связано, таким языком. Поэтому Арс Миттин, кстати говоря, он получил британскую премию прикладной литературы 2016 года. Это уже о чем-то говорит. Кому понравится эта книга? Сложно сказать. Мне она понравилась, но большинству девушек вряд ли это вообще будет интересно. Наверное, тем, кто имеет свой загородный дом, частный дом или кто хотел бы. Последняя книга, что я хочу тебе показать, она весит просто тонну. Я не знаю, она килограмма два весит. У меня, мне кажется, гантели вот стоят, они легче. Это был подарок мне на Новый год. Это Ведьмак. Огромный, гигантский сборник комиксов. Насколько я понимаю, это первое делюкс издание, да, вроде бы первое. И у них уже скоро выходит второе. Я как бы видела ее в магазине, все, я пропала, потому что я как раз недавно играла в Ведьмака, я читала книги, я вообще очень люблю произведения Сапковского. И игра, на удивление, не хуже, чем произведения. Я просто обожаю всю эту вселенную. И вы просто посмотрите, насколько это тяжеленное издание. Я просто в шоке. И давайте начнем, давайте с плюсов все-таки начнем. Это очень солидная книга. Я, вы знаете, люблю покупать комиксы именно в сборниках, в тяжелых, в объемных, но они очень красиво выглядят, как на полке. их очень удобно читать. Тебе не нужно заморачиваться с маленькими книжечками, не могут потеряться, порваться, испачкаться, в общем, что угодно. А такую книгу открываешь, и ее как-то пачкать не хочется, потому что слишком уж она красивая. Вот так вот оформлена каждая глава. Истории... Вот что интересно, я боялась, что этот сборник не передаст характер Геральта. И характер вообще персонажей, потому что, блин, ну это комикс. Как это вообще возможно? Но авторам, правда, удалось. Я действительно поражена, потому что сюжеты, истории каждого комикса очень хорошо продуманы. Они действительно отражают мотивацию и поступки героев. В общем, очень классно. Насчет рисовки могу сказать, что могло бы быть и получше, могло бы быть и почетче. Но на самом деле, такая, знаете, небрежная рисовка, она даже как-то лампово выглядит. Здорово. Мне очень нравится, что все комиксы оформлены в основном в темных, таких фиолетовых, синих тонах. Очень так классно смотрятся. Здорово. Очень много всяких смешных моментов. И в конце, конечно же, идет реклама игры Ведьмак 3. Да, 3. Дикая охота. Кстати, я вообще играла в нее. Я ее вроде скачала, но у меня компьютер ее не потянул все-таки. И также здесь приводится некий такой апдейт, что скоро выходит. Следующий сборник. Вылет весной-летом 2019 года. Называется «Из плоти и пламени». Вот он. Конечно же, я куплю. Творение однозначно подойдет в качестве подарка любому фанату Ведьмака. Я не знаю, кто бы вообще мог отказаться от такого. Очень люблю эту книгу, очень ее берегу. Однозначно буду с ней путешествовать, буду ее брать в переезды, которые, скорее всего, грядут. Это того стоит. Стоит каждой копейки. Так что это было все мое видео. Это были мои самые любимые комиксы и книги за последний год. Потому что я достаточно мало читала, хоть мне и стыдно, но комиксы, кстати, я открыла для себя недавно. Большое открытие. Большое. Мне 26 лет, и я только сейчас начала читать комиксы и проникла с этим искусством. Это действительно искусство, это талант. И те, кто рисует комиксы, те, кто пишет комиксы и делает озвучку, именно озвучка комиксов, это существует, это реально есть. Это круто. Действительно круто. Я очень уважаю таких людей. В общем, классно. Так что, друзья, советую ли я вам почитать эти книги. Давайте так, я оставлю название, список всех этих книг внизу. Погуглите, почитайте, посмотрите, если вам что-то понравится. Попробуйте почитать, почему бы и нет. Это было все мое видео. Не забывайте подписываться на канал, ставить пальчик вверх, если тебе было интересно. И открывай инфобокс, там есть все ссылки на мои социальные сети, на мои творческие странички. Подписывайся, читай, оставляй комментарии и уже очень скоро увидимся в следующем видео. Пока-пока. Ой.